Суть проекта «Прочитал, отдай другому» заключается в том, чтобы помочь книге не запылиться на полках дома и стеллажах библиотек. Книга создана для того, чтобы ее читали. Прочитав книгу, ты оставляешь ее в каком-нибудь общественном месте. Это может быть где угодно – лавка в парке, автобус или просто кафе. В Новошахтинске о путешествии для книг узнали благодаря инициативным и активным работникам отдела по молодежной политике администрации города. Термин «буккроссинг» в переводе с английского «бук-книга» и «кросс-пересекать» означает «книговорот» или «процесс освобождения книг». Кому как нравится. Правило «буккроссинга» – случайный человек, прочитав книгу, должен отправить ее дальше. И так до бесконечности, если, конечно, не найдется кто-нибудь, кто заберет себе книгу насовсем. Вот, все, половина в пакете будет. Что интересно, стать участником этого необычного проекта может каждый, независимо от того, любит ли читать этот каждый или, наоборот, не любит, как, например, героини нашего сюжета. Конечно же нет. Да, да. Конечно, идея не могла не понравиться новошахтинцам, поскольку читать – это здорово. И благодаря книгам многие испытывают сильные эмоции и переживания. Но еще лучше знать, что ты помог книге поделиться этими чувствами еще с кем-то. У меня любимая книжка – это, сейчас помню, это был «Сын полка». Сын полка. Это хорошая книжка. Мне даже в самом конце хотелось плакать о такой истории. Мне нравятся произведения Тургенева. Классика. Вот мне больше нравится Ася. Произведение Ася и его героиня. Были на «Буккроссе» и такие, кто по-прежнему считает, что лучший подарок – это книга. Мы всегда предпочитаем живую вот эту книжку, печатную книжку. Новошахтинский поэт Алексей Помосков начинающим буккроссером прочитал стихи собственного сочинения. Я родился и рос средь степных ковылей, В необъятной донской колыбели. И как отпрыск старинных казачьих кровей С детских лет примерялся к шинели. Лет с пяти я уже подружился с уздой, И под птичьи звенящие трели Пел по дону гуляет казак молодой, Кони, слушая, с чувством храпели. На просьбу Алексея Ивановича прочитать что-нибудь в ответ Юные слушатели не смогли ничего вспомнить. Как говорится, без комментариев. А прокомментировать очень хочется. Чему же учат в школе нынешнюю молодежь? Выходит, только запоминать авторов и произведения, А содержание забывается. Вопрос остается открытым. Оставим нравоучение и напомним, По какому поводу собрались на буккроссинги. Слово-то какое. Раньше мы обменивались книгами и не знали, Что это называется замысловатым заморским словом. Как ни назови этот процесс, главное, чтобы он приносил пользу. Желаю, чтобы всегда с нами оставался этот праздник по имени книга. Потому что какие бы сейчас современные средства связи, Не были гаджеты, но интернет никогда не заменит Прочитанную на ночь страничку, Поскольку в книгах, как бы там ни была, Собрана вся мудрость. И посмотрите, читая классику, Мы находим отражение в нашей сегодняшней жизни. Учиться у книг, добрых, чтобы больше как можно было книг. И чтобы они всегда были красочными, Всегда радовали нас. И чтобы как можно больше людей возвращались к чтению книг. Без книги, без чтения нет культурного человека, Нет образованного человека. Значит, чем больше читающих людей будет, Тем больше образованных культурных людей в нашей стране будет.